Детей очень много, очень много, очень много ребятишек катаются на велике, бегают так, поэтому, если фон упадет, будет, да. Каждую весну в поселке Благодатное опускаются столбы, а у людей руки. Больше семи лет жители пытаются привлечь внимание чиновников к старым электрическим столбам, которые держатся на добром слове. Я на поселке уже седьмой год живу, столбам, по-моему, лет уже 12. То есть вот эта линия застройщикам была передана как бесхоз. Только вот не совсем понятно, это городу передано или куда-то еще. Их, получается, обслуживают только в случае какого-то серьезного аварийного происшествия, наверное, так скажем. Этот столб провисел на проводах полгода. Не так давно Александр обратился в Лебяжинскую администрацию. С опасными объектами нужно что-то делать. В итоге у столба появилась железобетонная приставка, но лишь на одной улице Ключевской таких столбов осталось еще порядка пяти. Так столбы и делают по одному. И каждый приходится выбивать с боем. Он основной, он опорный. Он заканчивается, ни на чем он не держится. Он стоит, вот сейчас он подгниет и он упадет. Завалится поллинии и будет обрыв связи, я так думаю. Будет свету. Отключат опять нас от света. Как нам пояснили в мэрии, в ближайшие месяцы Комитет по управлению муниципальной собственности города обратится в суд, чтобы признать права собственности на столбы в Благодатном. А пока эти столбы продолжают грустно склоняться в ожидании неизбежного падения. И в своем падении они могут опередить неповоротливую машину бюрократии. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.